На сегодняшний день порядка 170 тысяч жителей региона, люди с ограниченными возможностями здоровья, из них 11 тысяч это дети. Если у здоровых людей проблем и забот достаточно, то у особенных их значительно больше. В регионе стартовала декада инвалидов, призванная привлечь внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья. Ну а сегодня у нас в гостях председатель правления Барнаульской городской организации, Алтайской краевой организации Всероссийского общества инвалидов Сергей Каркишко. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, ну чего скрывать, вы тоже особенный человек. Как все случилось? Ну, в армии служил, получил травму. Ну и в дальнейшем уже пошел процесс реабилитации. Сначала старался в коммерческих структурах себя проявить, вот, ну, потом параллельно понял, что не хватает также ребятам с инвалидностью какого-то моего опыта. Потом начал работать в общественной организации Инваспорт, нашей краевой организации. Ну и в дальнейшем вот перешел в Барнаульскую городскую организацию Всероссийского общества инвалидов. А Инваспорт, вот вы сказали, к спорту имеете отношение? Да, то есть в детстве играл в футбол, потом поступил в военное училище, там также занимался футболом. Вот и по распределению в Санкт-Петербург попал в город Барнаул, вот здесь служил в военной комендатуре. Вот, ну и параллельно занимался спортом тоже. Вот далее получил травму. У нас есть еще один прекрасный футбольный клуб инвалидов-ампутантов «Динам Алтай». И там удалось поиграть? Да, начал играть, да, с ампутантами. То есть у меня нет одной рукой, там ребята играют на одной ноге. Вот тоже команда очень высокого уровня, то есть чемпионы России, неоднократные победители европейского кубка чемпионов. Вот, и дальше занимался спортом. То есть вот смотрите, если бы вот ничего вот этого не произошло, не будем как бы углубляться, что за травма, то вы бы, наверное, карьеру военного продолжили, да? Ну да, все к этому шло. Как вот тогда, что вернее, может быть кто не позволил впасть в отчаяние и продолжить свою жизнь, ну как бы заново начать все? Ну, может быть, одно из оснований, это была телеграмма моих родных и близких, что ты нам нужен. Вот, а дальше только начал искать пути, вот как, что, потому что в принципе цели, они остались такими же, какие были. То есть это жениться, родить детей, найти работу. Ну и к слову сказать, все эти цели у нас с вами выполнены. Да, да, только теперь поменялись пути и заместо военной службы сначала начал служить коммерческим организациям, ну и теперь и в обществе инвалидов. Ну да, и вот теперь вы помогаете, можно сказать, таким же, как вы, жить хорошо, заводить семьи, работать по мере возможностей, естественно, да? Что у вас за организация? Кто в составе? Кто эти люди? Какие у них диагнозы? Сложные, несложные? Есть ли какие-то критерии, кто к вам может попасть? Ну, например, извините, с ДЦП нет сложной формой, да? А вот только ампутанты. Ну, организация у нас прежде всего, начнем с того, что это общественная, вот, то есть любой человек с инвалидностью, неважно с какой, то есть тоже ДЦП вы упомянули, любые люди с инвалидностью, интеллектуальные нарушения, ампутация, вот, они могут сходить в состав нашей организации, написав заявление о вступлении члена организации. То есть у нас организация называется Всероссийское общество инвалидов, то есть ее, ну, можно так сказать, образно филиалы, они находятся по всей России. То есть есть краевая организация, у которой около 20 организаций по краю. Вот одна из таких, это вот местная барнаульская организация, Алтайская краевая общественная организация Всероссийского общества инвалидов. Краевую организацию возглавляет Сафронова Татьяна Дмитриевна, ведет работу по краю, у меня же в основном городские полномочия. Много у вас людей? Я еще добавлю, это не все еще, при городской организации, то есть в каждом районе или по направлению есть различные ячейки, то есть индустриального района, ячейка по детям, то есть спортивная ячейка. Ну, то есть развиваем как бы разные направления. Ребята абсолютно разные, и ключевое слово, это, конечно, общественная организация, потому что кто-то придя в нее, он, будучи художником, кто-то пишет рассказы, кто-то занимается профессиональным спортом, и уже имея этот опыт, вот уже вокруг него формируются другие ребята, которые готовы идти за ним. То есть можно сказать, благодаря этому вы растете, развиваетесь, пришел поэт, создали какой-то коллективчик небольшой на базе организации, ячейки, вот у нас поэтический кружок. Появился там, значит, художник, да, какие-то мастер-классы тоже им преподает. Что дает в целом вот вступление в вашу организацию? Какую помощь вы оказываете? Или это просто собрались здорово люди по интересам? Ну, это разная помощь. То есть организация Всероссийского общества инвалидов, она направлена на то, чтобы была связь между органами исполнительной, законодательной власти и, соответственно, народом. То есть где-то какие-то вопросы у ребят с инвалидностью возникают, мы уже на уровне власти или других структур различных уже решаем. То есть подключаемся, помогаем. Вот. Ну и большой, конечно, аспект это по направлениям. То есть это спорт, вот. Это труд, трудоустройство. То есть также организация выходит, говорят, нужно кого-то, нам человек нужен с инвалидностью. Вот. Вот стараемся, находим, но, как правило, сами ребята с ограниченными возможностями, вот одна из проблем тоже, у них недостаточная квалификация. Вот. Надо и обучать, то есть организовывать обучение вот таких ребят. И дальше их уже попробовать в трудотерапию интегрировать уже в наше общество. Потому что ребята с инвалидностью, они абсолютно разные. То есть кому-то надо процесс реабилитации занимает полмесяца, вот, а у кого-то и годы уходят, вот, чтобы они на какой-то один равный уровень вышли. Вот. То есть все неоднозначно, все непросто, все индивидуально. Вот вы неоднократно сказали, что мы разделены на ячейки, по интересам, можно сказать. И вот спорт, спорт, спорт прозвучал. Есть какая-то команда, есть какие-то спортивные достижения, о которых уже стоит говорить так вот? Может быть, из последних что-то? Ну, о моих не нужно, у меня уровень недостаточно. Нет, я, наверное, не про вас, а уже про ваших подопечных, если можно так выразиться. Ну, смотрите, то есть к нам обращается человек с инвалидностью, да, пишет заявление, вступает к нам в организацию. Мы уже с ним проводим беседы. То есть что он умеет? Он умеет петь, он умеет танцевать, он умеет играть в футбол. Вот, вот, например, вчера с тем же клубом «Динамал Тайм» с президентом разговаривали, то есть прошла информация по новостям, что парень получил травму молодой. Вот, для семьи это горе. Мы между собой уже разговариваем, вот, вот, парень что-то ампутировали. Ничего себе! Да, что-то ампутировали, то есть вот можно нам этого. И вы вот себе хороший игрок в команду. Да, это хороший игрок в команду, надо вовремя, как бы, его найти, вовремя развить. Вот, то есть кто-то, у кого-то другие потребности, то есть не спорт, ну, я уже сказал, да, вот, уже связываемся с людьми, кто в этом плане может. То есть у кого-то интеллектуальные нарушения, на другую организацию выходим. То есть, как бы, вся Российская организация инвалидов, вот именно, она в чем хороша, что можно направлять людей в разных направлениях. То есть, если брать Алтайскую Краевую, нашу организацию, Сафронова Татьяна Дмитриевна, ей руководит, у нее уже более серьезные возможности в том плане, чтобы отправлять ребят на всероссийский уровень. Вот, ведь эти же соревнования, они проходят и Паракрым. Это вот организация же большая, вот, вот в Крыму проходит Паракрым. Дальше вот следующий шаг ихнего развития, как мы его подобрали, уже Краевая организация дальше формирует команду Края и отправляет. Вот Крепкий Орешек, это интеллектуальные игры, кто у нас может играть что, где, когда в Брин Ринг вот эти игры проводятся под эгидой ВАИ, но не только под эгидой ВАИ. Вот, то есть по разным направлениям находим ребят и стараемся их уже куда-то направить. Слушайте, ведь наверняка в этой работе не то, что немалое значение имеют деньги, а, наверное, первоочередное, ведь ребят нужно отправить, организовать им поездку, проживание, ну, может быть, там с принимающей стороны будет, ну, и в принципе, в целом финансирование откуда идет? Ну, финансирование с разных источников. Ну, основное, конечно, это организация общественная, то есть членские взносы у нас, они небольшие, 50 рублей в год, но все равно есть. Где-то, слава богу, люди идут навстречу, предприниматели идут навстречу, очень большой вклад Краевая организация оказывает, то есть, ну, можно сказать, основной источник это они, то есть нам дают какие-то деньги на развитие. Вот, им помогает всероссийское общество инвалидов с Москвой, вот. То есть, так, цепочка. Да, цепочка, но, как правило, мы, соответственно, стараемся с разных источников находить финансирование, так как мы общественная организация, и, ну, не такие большие возможности. Так, ну, давайте уж чего там будем таить с вами, деньги нужны и вот в ближайшее время, потому что у нас есть уникальная команда КВН. Да, есть опыт. Да, расскажите о ней. Одна из разновидностей вот в нашем крае, куда ребят получилось интегрировать, это КВН. То есть, под эгидой Лиги Маслякова, своей Лиговой, вот, в этом году принимало участие около 40 команд. Вот, Алтайская краевая организация нашла средства, чтобы отправить команду в город Кимерово. Там был четвертьфинал. Вот, в четвертьфинале мы выступили хорошо, получили приглашение в Санкт-Петербург на финал соревнований. Когда? Вот, а он уже прошел. Это следующий этап, тоже, краевая организация, молодежная политика, администрация, края, правительство, фонд социальной защиты. То есть, все совместно встретились, пообщались, решили отправить. Вот, им большое спасибо. Вот, нашли деньги, отправили в Санкт-Петербург. Вот, сейчас этап. После того, как мы стали чемпионами России, вот, Масляков прислал письмо и пригласил нашу команду на Кивин в Сочи, который будет в январе. Вот, сейчас ищем средства, чтобы кто-то помог, вот, чтобы нашу команду туда смогли отправить. То есть, это можно сказать по нашей линии, по линии общества инвалидов, но не только общества инвалидов, а ребят с ограниченными возможностями, это, можно сказать, пик и талон. Вот, это поездка на Кивин. Ну, я представляю их ожидания. Я обещаю, что мы, со своей стороны, как журналисты, обязательно приедем, посмотрим, как ребята тренируются и выпустим о них сюжет. Еще раз скажем о том, что им нужны деньги, финансовая помощь, да. Будем надеяться, что все получится. Вот, сейчас стартовала декада инвалидов, вы как-то ощущаете особую поддержку? Или это обычный месяц, праздники, концерты, или все же действительно есть определенная работа, и она ощутима? Ну, для нас это возрастает нагрузка, вот, именно для меня, как председателя организации, да, потому что больше мы и проводим, больше и зовут, больше и общаемся, больше и откликов ребят, вот, то есть, ну да, можно сказать, что нас помнят. Ну, хотелось бы, чтобы не только в декаду, вот, а в течение года нас не забывали, вот, потому что, ну, как, шансы увеличиваются, если в декаду инвалидов какие-то вопросы решать. Ну, хотелось бы, чтобы разные организации, службы, комитеты, ну, они нам помогают, ну, в основном, там, коммерческие организации, коммунальные компании. Нас и не забывали в течение года, потому что проблемы разные, проблем много, вот, начиная от логистики, ребят, с ограниченными возможностями, вот, и другие вопросы, то есть коммунальные компании, городские, вот, потом, вот, те компании, которые инфраструктуру в, у подъездов, у домов. Сейчас, наверное, вообще эта тема актуальна, да, когда снег, гололед. Да, она всегда актуальна. Всегда актуальна в любое время года. Сергей, ну, к сожалению, обо всем не успели поговорить, о чем планировали, время подходит к концу, вы, в свою очередь, сегодня впервые в нашей студии можете нам писать, звонить со своими какими-то радостями, пусть это будут не радости, мы тоже, в свою очередь, будем пытаться помочь, найти правду, да и просто вместе с вами проводить время. Хорошо. Хорошо, мы будем вас приглашать, вот, от нас, от всех ребят нашей организации, но и не только наших, всех инвалидов, вам спасибо, но и главное, будьте здоровы. Вы тоже будьте здоровы, по мере возможности, держимся всем. Держимся, держимся. Ой, я напомню, что сегодня у нас в гостях был председатель правления Барнаульской городской организации, Алтайской краевой организации, общероссийского общества инвалидов Сергей Каркишко. Спасибо. Спасибо.